Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию видеоролик по клипированию аневризмы базилярной артерии совместно с нейрохирургами в четыре руки. На компьютерной томографии мы видим ствол базилярной артерии и аневризму, который находится в зоне разветвления артерии на конечной ветве. Можно оценить положение аневризмы относительно ската и турецкого седла. Операция выполняется в четыре руки командой на протяжении всего вмешательства. Это этап доступа. Мы производим широкую свиноидотомию с двух сторон. Поначалу операция проводится лор врачом и при возможности перехода на работу в четыре руки. Далее присоединяется к вмешательству нейрохирург. Это левая половина носа. Для широкого доступа, усчитывая выраженную гипертрофию средних носовых раковин, средненосовые раковины резецируются. Далее вскрываются широко решетчатые пазухи. При таких операциях крайне важно иметь максимально широкий доступ для того, чтобы была возможность широкой манипуляции инструментами, хорошая визуализация. Открываем заднюю клетку решетчатого лабиринта и клиновидную пазуху. Объединяем их между собой. Визуализируем основание черепа. Вскрываем клетки решетчатого лабиринта, которые идут вдоль основания черепа. Удаляем переднюю стенку клиновидной пазухи до латеральных границ. Далее производим отсепоровку лоскута. Взятие лоскута с перегородки носа, который будет использоваться для пластики дефекта основания черепа. Это левая половина носа. Отсепоровываем надкосечный лоскут с перегородки носа. Отсекаем лоскут максимально высоко вдоль спинки носа и двигаемся назад к клиновидной пазухе. Ножка лоскута содержит клиновидную небную артерию, заднюю перегородочную ветвь, которая находится непосредственно под соустием клиновидной пазухи. Двигаемся в сторону передней стенки клиновидной пазухи, отсепоровываем слизистую оболочку и смещаем ее латерально к латеральной стенке носа для того, чтобы хорошо мобилизировать лоскут. Также производим разрез в нижних отделах вдоль дна полости носа и смещаем лоскут в дальнейшем носоглотку. Сейчас мы его отсепоровываем, дорезаем до передней стенки клиновидной пазухи, до ухоаны и смещаем на слизистую оболочку. После этого расширяемся вниз, удаляя полностью переднюю стенку клиновидных пазух с двух сторон, формируем отверстие в перегородке носа. Сейчас мы завели эндоскоп через правую половину носа и видим обе клиновидные пазухи, объединенные между собой, скусываем перегородку клиновидных пазух и теперь мы можем переходить на работу в четыре руки. Эндоскоп удерживает нейрохирург, лор-врач выпиливает клиновидную пазуху, сейчас мы спиливаем перегородку клиновидной пазухи, дальше двигаемся по турецкому седлу. Используется система омывающая линзу эндоскопа и теперь начинаем спиливать кость в области дна клиновидной пазухи и двигаемся в сторону ската. Наша задача удалить костную стенку ската, костную стенку турецкого седла, обнажить в содержимое гипофизарной ямки для того, чтобы выйти на аневризм. Она находится непосредственно в проекции дна турецкого седла в области перехода его в скат. Истончаем стенку, костную стенку турецкого седла, ската, работаем между двумя параклевальными сонными артериями и при выходе на первый листок твердой мозговой оболочки, получаем венозное кровотечение. Здесь очень обильное кровоснабжение синуса, которое достаточно тяжело контролировать. И единственный способ это контролировать, использовать гемостатические губки, гемостатическую пену. Сейчас мы выпиливаем кость ската. Делаем так, чтобы у нас не было никаких препятствий для манипуляции. Сейчас используем гемостатическую пену. Она забивает венозные пространства и достаточно просто поддается контролю это кровотечение. Убираем турунду и сразу видно, насколько у нас дальше сухое поле. Сейчас уже видна твердая мозговая оболочка в области ската и перехода в турецкое седло. Спиливаем дно турецкого седла и спинку. Продолжаем равномерно спиливать кость в области ската. Коагулируем венозные образования в области синуса, но это не очень сильно поддается коагуляции, поэтому используем гемостатическую пену. Сейчас частично убираем костную стенку турецкого седла. Нам необходимо будет выйти на спинку турецкого седла, немного его смести. Сейчас выпиливаем как раз спинку турецкого седла. Коагулируем твердую мозговую оболочку, поскольку сейчас мы будем приступать к ее рассечению. Наша задача работать в максимально сухом поле при выходе в заднюю черепную ямку. Сейчас мы рассекаем твердую мозговую оболочку ската. Используем скальпель серповидный получаем виктор. Далее переходим на ножницы. Здесь непосредственно позади твердой мозговой оболочки находятся базилиарные артерии. Поэтому очень важно работать крайне деликатно и под контролем зрения. Сейчас работает нейрохирург. Он работает двумя руками. Две руки держат отсос, правые ножницы. Эндоскоп удерживает лору врача. Очень важно правильно ориентировать картинку. И не сталкиваться с инструментами нейрохирурга. Это требует достаточно долгой совместной работы, тренировки, чтобы друг другу не мешать, а помогать. Вот мы уже видим ствол базилиарной артерии. Наша задача рассечь твердую мозговую оболочку выше. Максимально широко открыться. Рассекаем ее латерами. Виден ствол головного мозга. Для рассечения твердой мозговой оболочки мы также можем использовать острые щипцы Келлисона. И расширяем наши отверстия. Вот мы уже видим начало аневризмы. Двигаемся выше. Наша задача ее полностью обложить, визуализировать. У данной пациентки ранее была выполнена неудачная, неэффективная эндоваскулярная окклюзия аневризмы. Мы видим просвечивающуюся спиральку на вершине этой аневризмы. Сейчас мы ее хорошо увидим. Несмотря на эндоваскулярную окклюзию, через несколько лет аневризма рецидивировала, что и послужило причиной использования эндоназального доступа. Сейчас мы хорошо уже видим базилярную артерию и отходящую от нее конечные ветви. И на ее вершине мы видим аневризму. Теперь задача обнажить шейку аневризмы. Это достаточно такой кропотливый процесс, сложный. Отсепаровываем оболочку, чтобы мы могли провести клипсу непосредственно за аневризмом. С другой стороны. Тоже достаточно глубоко, и инструменты должны быть длинными, чтобы дотягиваться до этой зоны. Отсепаровываем оболочку с правой стороны. Обнажаем шейку аневризмы. Используем изогнутый крючок, достаточно острый, чтобы зацепить эту оболочку. Теперь используем прямой крючок. Зонт. И уже хорошо видно, что у нас с двух сторон шейка открыта. Теперь можно приступать непосредственно к наложению клипса. Сейчас мы видим, что хорошо поддается от сепаровки оболочка. И здесь очень важно наложить клипсу так, чтобы не пережать никакие перфоранты ствола. Они очень тонкие. Сейчас непосредственно момент наложения клипсы. Здесь нейрохирург регулирует положение. подсказывает, куда выдвигать эндоскоп, чтобы ни в коем случае не толкнуть его. И вот клипсы наложены. Успешно. Успешно. А аневризмы полностью выключены из работы. И теперь мы используем фасцию и жир, чтобы закрыть дефект. Это менее важный этап операции, поскольку здесь зона высокого давления ликвара. Важно герметично и тщательно закрыть дефект. Мы используем слой фасции, затем слой жира. Снова сверху укладываем фасцию. и поверх этих слоев укладываем на Назосцептальный лоскут. Это самый важный слой. Который позволяет полностью укрыть зоны операции. И хорошо воскулилизирован. Мы также подготовили свободные лоскутесистые оболочки из средних раковин. Нет смысла их выбрасывать, если можно использовать. Мы их укладываем вокруг. Это тоже будет способствовать более быстрому восстановлению. Хорошо ложится наш Назосцептальный лоскут. Важно, чтобы он тесно прилегал к окружающим стенкам. Плотно прилегал. И укладываем свободные лоскуты вокруг. Немного сверху Назосцептального лоскута. Его тоже прижимаем. Свободные лоскуты тоже прекрасно работают в полости носа. Но они чуть дольше приживаются. Укладываем свободный лоскут с игратами справа. И второй свободный лоскут слева. Закрываем обнаженную козу. Таким образом полностью задние латеральные стенки пленовидной пазухи у нас укрыты лоскутами, взятыми из полости мухи. Все это фиксируем гемостатическими губками. В завершение устанавливаем катетер фолея. Спасибо за внимание. Продолжение следует...